Лиза пришла. Покажешь нам, что в подарок купила? Я еще хотела нарисовать отвертку. Покажешь, нет? Давай, покажем. А я! Не кричи. Это Лизина подружка. Лиза идет на день рождения. Ты не идешь, ты со мной остаешься. Ты к своим друзьям будешь ходить. Мои? Ну да. У меня нету суши. Так надо завести. Давай, показывай. Они не будут. Папа, спидчик-то. Мам, у меня не будут. Будут, будут. Ох ты, какая шоколадка гигантская для Леры. Блокнотик. Вот там точечки. Да? И красивый этот, да? Я еще хочу отвертку сделать. Здорово. Ну что, симпатичненько. Я благодаря тебе научилась делать подарки. А? Я благодаря тебе научилась делать подарки. Что ты? Мама! Подарки благодаря тебе научилась делать. Мама! Благодаря мне? Да. А я тут при чем? Она не была. Миша, ты не любит меня. Так, что за спекуляция? Она реально не любит меня. Почему? А мусор. Почему что? Потому что она подружке подарок купила, а тебе нет? У подружки день рождения? А тоже нет тоже. Почему? Ты должна ему тоже подарок. Миша, я тебе куплю подарок, когда у тебя будет день рождения. Не буду. Миша, когда у меня будет день рождения, ты не придешь. Как я не приду в свой дом? Не придешь. Миша, посмотри на меня. Некрасиво себя ведет. Я не хочу, чтобы у Лизы была. Ты некрасиво себя ведешь. Лиза идет на день рождения своей подружки. Она не должна тебе дарить подарок вместо подружки. Если Миша будет себя плохо так вести, мама рассердится. Пошли готовить еду. Все, прекрати спекулировать. Нет, Миша. Тогда мы не будем праздновать день рождения, раз мальчик себя так ведет. И выгоняет сестру со своего дня рождения. Ни за что. Что за спекуляция, Михаил? Мне не нравится твое поведение. Ты мне помогаешь готовить или я делаю сама? Ди заходила за подарком. Подруге. Прекращай. Сдача туда. Даже денежку маме сыграла. Так. Михаил, я сейчас принесу сюда стул. Посажу тебя наказанным. Думать над поведением. Ты плохо себя ведешь. Тормози и подумай. Что не так? Что маме не нравится? Не знаю. Ну, а ты подумай. Сам не нравится. В общем, я тут улицу ставлю. У меня еще маме настроение портится, когда ты себя так ведешь отвратительно. Фу, как некрасиво. Что за спекуляции? Выпрашиваешь себе подарки. У тебя нет сегодня праздника. Ты сегодня и так получил шоколадку. Точнее, конфеты в подарок. Мама купила йогурты вам в подарок все. А ты с Лизой выпрашиваешь. Мама дала денежку Лизе, чтобы она купила подарок своей подруге. А у тебя одно место слипнется скоро от подарков. В туалет сходить не сможешь. Это нехорошо. Это невоспитано. И почему опять вся кровать кувырком? Миша, ты идешь мне помогать готовить? Так, еще один знак Лизе такой. И ты сядешь на стул наказанным. Вот это твой стул у Лизы? Что он там делает? Забери его. Миша, ты идешь мне... Так, Миша, сел на стул. Все, мое терпение окончилось. Ты сегодня отвратительно себя идешь. Не надо. Надо. Я предупреждала трижды. Иди садись на стул. Не надо. Ты наказан. Не надо. Я не спрашиваю. Не надо. Пять. Не буду. Четыре. Сто. Не сядешь на стул. Наказание увеличится вдвое. Три. Мама, не хочу. Ставь стул. Не хочу. Садись и думай. Я тоже не хочу, чтобы ты себя так вел. Сидит теперь, думает. Не хочет сидеть. Подушки себе подкладывает. И говорю, не Мишка, так не пойдет. Думай. Скоро выйдет время твоего наказания. Я тебя позову. Ты мне скажешь, что ты надумал. И как мы с тобой будем жить дальше. С трудом усадила его на стул. Не хочу. Протестует. Не хочет. Я тебя выслушаю, но чуть позже. Я пошла домывать посуду. Малый денек сегодня. С Мишкиными скандалами. Вот так вот. Вот из ничего. Вот хочу, чтобы мне подарки довели. Я лучше тебе рассказываю. Зачем? Он так смотрит. Он занимается. А? Смотри, чем он занимается. Он нравится. А ты сейчас ябедничаешь. Ты в курсе, да? Чем он занимается? Я уже убрал. Дорогу. Я в любой момент могу зайти. И вот как раз за закрытой дверью чувствует себя безопаснее. А ты сейчас ябедничала. А ты же не любишь, когда он на тебя ябедничает. А вот ты сейчас какой пример ему подала? Думаю, что надо бы извиниться за то, что ты на ябедничала. Угу. Мама сама разберется, кто и что делает. Я хочу боевать. Если я увижу у тебя в руках дорогу, твое наказание просто увеличится. Зачем? Ну как зачем? Что? Ты сейчас должен посидеть и подумать, почему мама рассердилась и как это исправить. Я могу играть и в стуле. Нет, так не пойдет. Играть это не наказание. Ты можешь играть и думать, но ты будешь это делать дольше. Согласен? Можно. Ну сидеть на стуле будешь дольше. Но играть при этом. А я довольный. Серьезно? А еда все равно еще не готова. Ты же вместо того, чтобы мне помогать и быстрее сделать еду, ты же вместо этого скандал закатил. Я время тут с тобой потратила. Чай тоже пока не готов. И вот я сейчас вместо того, чтобы готовить и делать чай, с тобой стою. Тебя уговариваю слушаться. Мама. Ну что? Я подумал. Ну, еще подумай. Мало подумал, раз ты мне кулаки только что показывал. Я готовлю. Наконец-то рис там внизу под курочкой и сверху курицу разложила. Мы уже так делали вчера. И рис получился засушенным там, где не была курица. А там, где была курица, было вообще супер-пупер вкусно. Поэтому я делаю вторую порцию немножечко по-другому. Ну, то есть рис закрываю полностью курочкой. Так. Ждем. Ой, господи. Почему нельзя без скандалов, без истерик спокойно? Хочу, чтобы все были послушными и не трепали маме нервы. Один скандалик, другая ябедничает. Кран сломался, зараза, вот этот вот зеленый. Нужен новый. Ну вот, пожалуйста, я бы повернула из него фонтан. Вот что это? Нафига это? Вот видите, что творится. И еще больше фонтан. Сейчас я его буду чинить. Но ненадолго. Все, у него уже совсем резьба не к черту. Надо просто новый кран. Ну, уже месяц как надо новый. Я уже хочу спать. Ты сейчас? Я буду делать хокки-ваки, если у меня хватит краски. Кого хватит? Краски. Краски? Хокки-ваки. Ты на стене хочешь нарисовать? Нет. Реального. А? Я хочу реального. Реального из краски? Как? Покрасить. А сам стереть. И хорошего. Ну, давай. Я хочу хорошего. Мы Мишке разрешили рисовать на стенах, пока обои не поклеены. Мишка, обрывки бумаги только надо бы убирать. Мама, ты знаешь, он не будет так. Он тут уже немножечко нарисовал на стене. У меня вот единственный вопрос. Какой? А где пакет с курткой? Пакета нет, куртка висит. А где? Ты её не вытащила, но Катя более отзывчива. А где Алискина куртка ты вытаскивала? Всё, нашла? Нашла. Лиза собирается на карате? Я спарюсь. Ну, Лизаш. А на мотоцикле обратно, зато будет тепло. Ты можешь кофту положить к форме и одеть только куртку. Я так и так спаюсь, куртку тёплую. Расстегнись. Странно выглядит. Нормально. Где котировка? Нету котировки. Выпитать кончилось? Да. В общем, она большая. Кто? Курка. Ну, ты можешь её в пакет положить и везти её с собой в пакет. Нет. Ну, решаешь как-нибудь. Ой, а мне сделаешь чайку, Катюшик? Я. У меня там вовсю уже запекается. Сейчас посмотрю, может, надо ещё жидкости добавить. Ой, приходится подбавлять воды. Потому что вся вода сразу, для того, чтобы рис там пропарился, ну, короче, не вмещается. Когда я курицу складывала, курица как бы воду вытесняла. А сейчас рис её в себя вбирает, я добавляю. Стараюсь сделать так, чтобы и не переварить рис, чтобы он не был как каша совсем. Но и при этом, чтобы он был мягким. В общем, довела уже во второй раз водички немножко. Выглядит, кстати, неплохо. Живите же, смотрите, какая красота. Опять в духовочку. Ну, рис реально получается вкусно. Когда он пропитывается курочкой. Всё нормально. Симпатично. Скоро тебе носки приедут. Ура! Так, Лиза, я вам дам задание с папой. Не только газировку купить. Вот, за пивком я ему сама скажу. Вот, сюда, в ближайший магнит. А папа вышел газировку за эту купить нам. Вы заедете за газировкой, и я плачу сыр. Сыр приехал, а вы заедете, заберёте у тёти Оли. Хорошо? Хорошо? Всё равно папа ехала. А? Просто ты с папой поедешь за сыра. Мишка, что за буква ЗЮ? Здесь, пытайся. Мишелечка, собери обрывки бумаги. Вау, тут куча карманов. А? Тут куча карманов. Ну да. Ещё здесь карман. Мишка, удивительная способность накидать всё на пол. На рукаве карманов. Зато тебе будет на мотоцикле кайфово. У тебя, эти, ну, рукава специальные. Да, блин. Всё, ты вся в краске? Да. Сейчас Лизка уйдёт, я у неё с полу всё подыму. Ну, Лиз, ну почему ты на пол всё накидываешь? Ну, это она падает. А? С кого падает. Так ты подымай. У меня вот не падает. А если падает, я подымаю. Вон, у меня лампочка упала, сейчас подыму. А я тут монтирую во всё. У меня день шорцев. Монтирую шорцы про колбасу с Сашкиным голым пузом. А что делать? Было жарко. И он был раздетый. Так. Уже дошла до момента, когда мы покоптили колбасу. Хотела сегодня ролики поснимать, блин. Ничего не поснимала. Когда Мишка дома, ничего не поснимаешь вообще. Я поняла, почему я тогда не смогла снять. Отправлю Мишку в сад и нормально вам запишу. Потому что хочется это направление поразвивать на канале. Но для того, чтобы мочь это делать, надо, чтобы Потапыч, это я так Мишку называю, Михаила Потапыч, был в садике. Так. Монтируем очевидный ролик. Удачи мне. Осталось буквально про колбасу еще штучек семь. Еще штучек пять на таймлайн. Закину, доделаю, буду отдыхать. Я устала. Нравится. Я говорю, Лиза, ты почему на карате не идешь? Я во время не путаю. А мне нравится. Она такая, знаете, с таким видом. Мне говорит, в пять сорок. А потом смотрит на меня. Ну-ка сделай, как ты делаешь. Это не повторить. Я говорю, ой. И пролежала. Ой. Давай быстрее. Деньги у тебя есть. Давай, шуруй. Катюнчик. Ну, вот это чипсы тут трескает. Чайник кипит. Я пришла тебя позвать. И Мишке тоже сделай чай. Он сейчас опять обижаться будет. Там можно папину форму вешать? Или ты уже сама? Я помешала. Ух ты, какая молодец. Пойду проверю, чтобы ровно. Чтобы там все это дело просохло. А что, белье не все высохло, что ли? Ну, частями там много. Ну, не может такого быть. Она уже два дня вести. Ты вешай аккуратнее. Катя оставляю. Хорошо. Смела у детей в комнате. Ну, Мишка уже разобрал все свое добро с пола. У него уже чистенько. На кровати только набросано. У Лизаветы делаю теперь так. Ну, и у Миши. Сметаю все с пола. Видите, пол чистый. Вещи все поднимаю на кровать. Пускай разбирают. И здесь кучку. Все, что не разберет, все пойдет в утиль. Я забыла, что собиралась делать. Катя, слава Богу, сама за Мишей смотреть. И белье разбирать. Катя, слава Богу, сама у себя привирает, да? Не хочет, чтобы мама у нее хозяйила. Так, Миша, иди доешь суп. Суп доешь. Я хочу. Наелся? А закроить можно? Можно. Ну, котиков дома нету, но на всякий случай закрой. Так, у меня тут еще это. Суп мои. Вдруг ты запустишь, да? Так, я думаю, что там уже все. Муравьи. Да. Так, я пока езжу, поставлю на минимальный огонь. Ох уж, это Лиза. Говорю, перейди дорогу, встань так, чтобы я могла тебя подобрать. Где, чего, а, не понимаю. Так, я же ничего не забыла, надеюсь. Подождите, раз подвину. Да, документы на месте. Все, поехали. Лизка проворонила маршрутку, короче. Я же забыла вам рассказать, что случилось. Вот то, что она вышла позже. В итоге, либо по субботам маршрутки не ездят, либо они ездят в другое время. Короче, она проворонила маршрутку, сейчас полчаса до тренировки. Она еще даже не села в маршрутку. Поэтому я еду ее отвозить. Выскочила прямо в чертах, потому что я никуда выходить не буду. Только отвезу, а забирать потом Саша поедет. Блин, мне еще же надо... Мне еще в магнит, да, ладно, в магнит я так уже схожу просто. Дойду домой, оденусь и схожу пешком в магнит. За пивком мужу. Ой! Где она стоит вот? Это Лиза стоит у меня на пешеходном переходе. Вот она, красавица моя. Ненаглядная. Давай, красавица ненаглядная. Объясняю ей, она стоит, тупит. Она маршрутка, да? Да, я тебе пыталась сказать, что она скоро приедет. Ну, только полчаса осталось до тренировки. Ага. Надо, наверное, вовремя выходить? Да. Я затупила. В итоге мама сейчас тебя везет. Я тебе там с пола все смела? Да. Вещи положила на кровать. Приедешь, разберешь. И кучку на полу разобрать. По возвращении. Окей. Приступай, говоришь, с тобой быстрее. Будут ДПСники здесь стоять. Еще и штрафанут нас. Мама сердитая. Да. Потому что мама должна была сидеть монтировать. А потом отдыхать. А не ехать черти куда. Еще автобус этот выперся. Мы сейчас еще и на светофоре встанем. Да, я ворчу. Как старая старуха. Не успели. Сейчас буду ворчать еще сильнее. Саша уехал за Лизой. Так, постойте пока вот здесь. Чтобы я вам могла все рассказать и нормально одеться. Саша уехал за Лизой. За сыром. И за газировкой. Я, как и обещала, ему иду за пивасиком. За бутылочкой за одной. Так. А еще память, которую личную заказала Саша для каждого компьютера. Я выставила на Авито. И у меня ее уже заказали Авито доставкой. Первый раз в жизни буду отправлять Авито доставкой. В честь этого я подумала. Есть у меня одна идея. Воды продажим кое-чего на Авито. И надо бы ее реализовать. О. Не поняла. А ребенок где? Саш? Где ребенок? Ты что, без шлема уехал? Да. И доехал до Лизы? Нет. Я доехал до заправки. Еще? А? До заправки доехал, пришелся. Ну ты чудо. Я уж испугалась. Едет обратно и ребенка нету. Разве можно так шутить? Все, я пошла в магазинчик. Пасировочку. Что там, по сколько копает получилось вам? Миша дал только по одной. Миша, дели. Иди сюда. Он делится там, он у меня одна. Он по одной дает. Дай. А, ты будешь раздавать всем поровну? Вот так. А, ну давай. Я думала, ты все достанешь, посчитаешь, поделишь. Нет, ты каждому тогда по одной давай? Ну папе не надо. Давай я за папу возьму. Давай я возьму за папу. Давай дальше, снова. Себе положил? Нет, две. Себе две уже положил. Тогда всем добавляй. Лизе. Вон ее лежит. А Лиза газировку раздает. Кате ей в комнату неси. Мне за меня и за папу. Лизка раздает чокопайки с крюкой. Сегодня по акции в магнике ухватили. Нам с папой по одной. Еще осталось? Тебе. Да. Сколько там? Там еще две. Две. А у нас и две. Две? Нет, я думаю, что надо одну тебе, одну Лизе. Сейчас я еще одну из наших с папой отдам. И одну Кате. На. У меня три. Вам по три, а нам с папой три на двоих. Все честно. Да, папа? Смотри, вам все можно. Да. Интересно. Двенадцать штук там, я так понимаю. А? Да. Да зачем ешь? Ну что, карлину по две. Тебе две, папе две, мне две. Да мы переживем. Ну ладно. Мы все могли все вам отдать. И вам по четыре было бы. А мы себе взяли. Поделимся уж как-нибудь с папой. Тремя чокопайками. Папа. Папа. А тут кто спит на нашей кровати? Кровать сегодня не заправлялась, потому что Саша спал после смены. Так, чокопайки сюда. И надо вот это вот все поубирать. Тут он попадало. Бутылку выбросить надо, старую, которая упала. И почистить штуку для семечек. Будем сегодня фильм смотреть. Вот такие вот штучки сегодня взяла. Завтра с детьми попробуем. Ты мяучишь, это газировка. Это газировка, снежок. У меня только газировка и чокопай. Ничего кошачьего вкусного нету. Все кошачье вкусное на улице. Ага, Лизка пришла смотреть видео про заброшенный лагерь. Так, не ее урони, пожалуйста. Постараюсь. Валяюсь тут уже на подушечке. Глаза закрываются. Я тут вспомнила, что я вам концовку не записала. Я, конечно, иногда грешу. У меня видео заканчивается ничем. Просто обрываются. Но я стараюсь исправляться, поэтому... Всем пока. На сегодня влог завершаем, потому что... Единственное, на что я способна сейчас, это спать. Ну, возможно, еще немножечко фильм посмотрю, Саша. Если он там недопоздна Мишку будет укладывать. Вот. Мишка схитрил перед сном. Он решил папе не говорить, что ему ролики запрещены. Они уже выбрали ролик для просмотра. И тут появляюсь я. Я обламываю все планы. Разрешила посмотреть, но... Только советский поучительный мультик. Не знаю, стал Мишке на камеру пустует. И батарейка села. Поэтому я подцепила ее на зарядку. Чтобы последней маленькой кусочкой зарядки не хватает сил. В общем, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Увидимся завтра на канале Моя Веселая Смейка. Люблю вас. Заходите еще.